МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем нашу серию репортажей с идущего сейчас в Германии франкфуртского мотор-шоу, крупнейшего международного автосалона. Если наш предыдущий материал был посвящен премьерам немецким, ну, естественно, как дань уважения хозяевам, то сегодня мы поговорим о других премьерах, которых здесь тоже было немало. И начнем мы, пожалуй, с дебюта нового Ягуара XF. Старый, добрый, такой до мозга костей британский S-Type уходит на пенсию. И вместо него запускается в производство вот этот вот автомобиль, получивший индекс XF. Однако Ягуара статистически подчеркивает, что это не следующее поколение S-Type. Это абсолютно новый автомобиль, созданный, во-первых, с чистого листа, а во-вторых, имеющий немножко иную идеологическую окраску. Это яркий представитель модных нынче так называемых спортивных, но вместе с тем очень комфортабельных седанов бизнес-класса. Это прямой конкурент Lexus GS и пятерки BMW и Mercedes E-класса. И чтобы убедиться в этом, похоже, здесь во время официальной презентации XF на Ягуаровском стенде собрались все 10 тысяч аккредитованных на французском салоне журналистов, вызвав настоящий ажиотаж. И вы знаете, первое, что они стали обсуждать, и так не идеологию, они стали обсуждать дизайн этой машины. Несколько спорный, может быть, на первый взгляд, эклектичный дизайн, к которому нужно привыкать, но в любом случае очень свежий и очень новый, створяющий собой вот то будущее лицо Ягуара. Впрочем, сами ягуаровцы категорически отвергают, что они идут в мейнстриме. Они утверждают, что они его создали. Не стоит забывать, что спортседаны – это вообще наше детище. Это ноу-хау Ягуара. Мы когда-то сделали это первыми, и сейчас поняли, что это нужно сделать снова. И если вы посмотрите на него, вы поймете, что он попал в точку. Может быть, свежо для глаза, но на подсознании, сердцем, скажем так, он воспринимается очень положительно и заставляет включать воображение. А внутри Ягуар остался Ягуаром, автомобилем, сделанным для водителя и вокруг водителя. По крайней мере, такое ощущение, когда сидишь за рулем. Очень качественные материалы в отделке и легкий минимализм. Но минимализм этот аристократичный, кажущийся, потому что машина напичкана массой интересных фишек. Ну, например, при включении климат-контроля автоматически открываются дефлекторы. В обычной жизни они закрыты, чтобы, условно, не собирать пыль, и чтобы панель выглядела более органично. Или обратите внимание вот на это весьма занятное решение. Нет, Ягуар не поддался общей моде и не перешел на систему iDrive, как в BMW или MMI, как в аудинг-систему интерфейсного управления в автомобиле. Здесь по-прежнему очень удобный, логичный, активный экран, который позволяет переключаться с телевизора на радио, на CD, на телефон и задействовать навигацию и другие системы автомобиля. Таким образом, ягуаровцы решили вопрос селектора передач. Честно говоря, нигде до серии ничего похожего мне видеть не доводилось. Но то, что Ягуар остался Ягуаром, мы поймем, если попробуем сесть на заднее сидение. Как-никак, все же, это седан представительского класса. И вот эта покатая линия крыши, которая иногда мешает голове высокого человека пролезать назад, она является неотъемлемой фишкой ягуаровского дизайна. Той самой точкой, тем самым моментом, реперной точкой, по которой автомобиль узнается безошибочно. Но это ощущение низкого свода весьма ошибочно. Во-первых, посмотрите, у меня над головой довольно много места. А во-вторых, я уселся сам за собой, и между спинкой переднего кресла и моими коленями помещается кулак. Здесь даже больше места, чем на довольно просторном заднем диване предшественника FX Ягуара S-Type. А ведь XF действительно больше не только предшественника, но и всех конкурентов. И пятерки BMW, и ешки Mercedes, и Lexus GS, и Audi A6. Багажник тоже огромен, 540 литров. Кстати, задние сидения складываются, но вряд ли на это прежде всего будут обращать внимание будущие владельцы XF. Не главное достоинство дорогих седанов функциональность. А вот хороший мотор нужен. V-образная наддувная восьмерка выдает 416 сил. На другом конце линейки моторов 6-цилиндровый 207-сильный турбодизель. Но с любым мотором XF должен отменно управляться. Тому способствует идеальное распределение массы по осям 50 на 50 и самая высокая жесткость кузова в классе. Ну, кстати, новый Ягуар XF привлек внимание не только журналистов, но и шпионов. Вот, например, китайский товарищ активно фотографирует замки багажника. Неужели вы думаете, что это представители прессы, и вот эти красочные фотографии замка и устройства открывания багажника появятся где-нибудь на обложках журналах, будут их, так сказать, украшать. Вот у этого господина табличка есть в сумочке, куда он заносит всякие интересные данные, замеряя линейкой узлы, агрегаты, элементы подвесок. И скоро, наверное, что-нибудь похожее появится на какой-нибудь летучей страсти, имеется в виду, так сказать, известный китайский пикап, или на каком-нибудь другом автомобиле совершенно бешеной индексацией в виде сочетания, немыслимого сочетания букв и цифр. Ну что ж, каждому своё. Кому-то Ягуара, кому-то его суррогат. Похоже, эти ребята серьёзно оккупировали машину и уже активно принялись не только за крышку багажника, но и за салон. Вот они фотографируют даже подстаканники. Если бы на стенде Мазды не было бы везде крупными буквами написано о премьере абсолютно новой Мазды 6, то наверняка большинство неискушённых посетителей, посмотрев на это, решили бы, что речь идёт просто о неком, даже не очень глубоком рестайлинге хорошо знакомого им автомобиля. И в этом-то, в общем-то, и состоит расчёт хитрых японцев. Зачем портить хорошую вещь, которая приносит стабильный доход? Ведь Мазда 6 – это один из бестселлеров компании. Люди к ней привыкли, люди хотят её видеть такой. И пусть следующее поколение этого автомобиля продолжит начатую традицию. Но то, что эта машина нарисована с чистого листа и построена абсолютно с нуля, очень хорошо заметно даже не снаружи, а внутри. Нет, общая концепция дизайна интерьера осталась та же. Те же круглые циферблаты приборов, тот же дисплей, светящий ярко-красными цифрами посредине панели. Но, смотрите, появился настоящий полноценный мультимедийный центр с навигацией и с дисплеем, который управляется по принципу тачскрин. Во-вторых, наконец-то в автомобиле класса D объявился раздельный климат-контроль. Раньше Мазда этим похвастаться не могла, пожалуй, единственная из всех конкурентов. Наконец-то появился и электропривод пассажирского сидения. Раньше эту опцию нельзя было заказать ни за какие деньги. Просто это не было предусмотрено. Что, опять же, для такого автомобиля, автомобиля такого класса просто нонсенс. Ну и качество материалов отделки стало получше, хотя по-прежнему оно остается весьма скромным, учитывая и, видимо, ту цену, за которую будет продаваться Мазда 6, она не будет заоблачной, и конкретно способная цена всегда была одним из основных коньков Мазды. Ну а, естественно, где дешево, там приходится чем-то жертвовать. А вот по-прежнему ли будет баловать нас Мазда 6 излишними шумовыми эффектами во время движения, поскольку у предыдущей машины с шумоизоляцией все было не очень хорошо. Насколько она осталась грязнулей, поскольку аэродинамика предыдущей, Мазды 6, обеспечивала абсолютную непроницаемость для света боковых стекол при езде по грязи буквально за первые полчаса поездки. Вот на эти вопросы мы сможем ответить во время нашего теста. Тест наш не за горами, а чуть раньше мы будем тестировать маленькую Мазду 2. Я думаю, что обе этих программы, оба этих теста будут не безинтересны нашим зрителям, учитывая растущий, все растущий интерес к марке Мазда в нашей стране. Кстати, россияне очень неплохо помогают японцам, помогают материально, поскольку благодаря их усилиям российский рынок для Мазды вышел на третье место в Европе и на четвертое место в мире. Неплохо, да? Вот такой зум-зум. Мазда 6, кстати, дебютировала по-крупному, сразу с тремя вариантами кузовов. Седан, универсал и хэтч. Машина чуть подросла, но стала легче. Да и что касается наших опасений по поводу аэродинамики, то если верить официальным цифрам, она стала куда лучше. Начинка такова. Все моторы останутся такими же, кроме самого большого. Теперь в нем будет не 2,3 литра, а 2,5 литра при мощности в 170 лошадиных сил. Шесть подушек безопасности, система брейк-ассист и складывающиеся педали при ударе в базовом оснащении радуют не меньше, чем раздельный климат-контроль. Рено Лагуна. Автомобиль, первым получившим 5 звезд по результатам независимых краш-тестов Европейской комиссии он по безопасности дорожного движения. Один из наиболее активно продаваемых хэтчбеков на французском и европейском рынках переживает свое второе рождение. Это уже абсолютно новая Лагуна, нарисованная с чистого листа. И к классическим конькам, к той же безопасности и к практичности французы добавляют еще одно. Это дизайн. Хотя по-прежнему дизайн Рено, в принципе, и Лагуны, в частности, многим может показаться спорным, но машинка стала гораздо узнаваемее и гораздо интереснее. Очень коротко сейчас о том, что вы себе представляете новая Лагуна, потому что мы подробнее расскажем об этой машине буквально через пару недель, потому что в Париже нас ждет уже один из предсерийных образцов в гараже, и буквально через несколько дней мы отправимся туда на тест-драйв. Надеемся, что безопасность новой машины мы будем оценивать только на теоретическом уровне, но заметим, что здесь все снова на высоте. Последний писк – двухсекционные подушки, защищающие голову и грудь. Ожидаемая оценка независимых краш-тестов – 6 баллов. Лагуна будет выпускаться с двумя типами кузовов – в варианте седан и универсал. На один бензиновый мотор по-французски будут приходиться аж три дизельных. Но ко всем прилагается коробка-автомат. И вот еще одно прочтение лагуны, которое, правда, ничего не имеет общего с конвейерной машиной. Это большое полноразмерное купе, которое просто так называется. Называется так же, как и хэтчбэк. Видимо, имеется в виду, подразумевается одна и та же платформа. Однако здесь мы имеем дело с машиной, в которой читаются легкие намеки на спорткар. Видите, хотя бы вот эти двери гильотинного типа, открывающиеся наверх. Интересный намек на возможность появления в гамме Рено такого типа машины. Однако, насколько вот это будет повторять то, что попадет на сборочную линию, и будет ли вообще в гамме Рено большая двухдверная машина, пока остается большим вопросом, поскольку представители компании прямых ответов на них не дают. Давно, давно в гамме Ситроенов не было больших полноразмерных кабриолетов. Пожалуй, со времен фантастического, неповторимого, легендарного, культового ДС-19. Кузов без верхов, для которого делал сам Анри Шапрон. И вот случилось. Ситроен С5 Эрдрим. Дрим, мечта. Неужели мечта сбылась? Рано радуемся. К сожалению, это всего лишь концепт, который никогда не найдет себе места на конвейере. Увы-увы, эта машина сделана лишь за тем, чтобы дать нам представление о том, как будет выглядеть С5 следующего поколения. Но заслуживает внимание тот факт, что изящные, изысканные аристократичные обводы этого кабрио это очень тонкая форма, сделанная ситроеновскими стилистами. И на сей раз к ателье Шапрона никто не обращался. В странах третьего мира до сих пор производится Peugeot 206 серии. А сегодня во Франкфурте состоялась мировая премьера Peugeot 308. Таким образом, на конвейере в разных странах находятся автомобили уже через одно поколение. Хотя, может быть, мировая премьера сказана слишком громко. Во внешности никаких революционных изменений не произошло. Это, можно сказать, мягкая эволюция. Во всяком случае, если бы это назвали рестайлингом, никто бы особенно не удивился. Как всегда, Peugeot давит на свои самые сильные стороны. Это дизельные двигатели, которые, опять же, в нашей стране, к сожалению, пока не имеют никакого отношения. Но если вам внешность этого автомобиля кажется похожей на его предшественника, то вам нужно посмотреть на еще одну вариацию 308. Peugeot 308 RC. Кажется, совсем не похож на машину предыдущего поколения. Но кому-то может показаться, что очень даже похож на Audi TT. Что ж, если вам так показалось, присмотрите повнимательнее. Вместо четырех колес там французский лев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok